Ребят, всем привет! Сейчас мы с вами сделаем быстренько домашний майонез. Густой, вкусный и главное из натуральных ингредиентов. Для этого нам потребуется 1 яйцо Вливаем в чашу блендера 1 чайная ложка сахара 1,5 чайной ложки соли 1 чайная ложка горчицы 1 столовая ложка уксуса 300 грамм постного масла без запаха. Но вливаем пока часть. Погружаем ногу блендера и начинаем взбивать. Он густеет прямо на глазах. Ребята, масло вливаем частями для того, чтобы он получился густой. Ну вот, мы взбили это буквально пару минут. И посмотрите, какой густой, классный майонез получается. Настоящий провансаль у нас получился. Храните его в баночке, под крышкой, в холодильнике. И не бойтесь, что он у вас испортится за несколько дней. В нем достаточно консервантов. Это и уксус, и соль, и горчица. Так что дней 10 его срок годности точно есть. Ну а зачем нам больше? Он у вас не задержится. За дня 3 вы его точно съедите и будете делать снова. А теперь мы сделаем майонез для тех, кто не терпит сырые яйца. В чашу блендера мы нальем 100 миллилитров молока. Добавим пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара, чайную ложку горчицы, ну чуть меньше чайной ложки. Вливаем 200 грамм масла. То есть на 100 миллилитров мы берем 200 масла. Часть вливаем. Столовая ложка уксуса, можно лимонный сок. И также начинаем взбивать. Добавляем по ступену масла. Все, майонез без яиц у нас готов. Ну вот, оба майонеза готовы. Вот этот, который желтенький, он на яйце. Ну настоящий провансаль. Только чувствуется, что он на натуральных ингредиентах. Белый на молоке. Он очень нежный. Я бы даже сказала детский майонез. Попробуйте оба варианта. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам больше понравился. А сейчас до новых видео. Всем пока, пока.